Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот симпатичный собственный аватар. Выбираем одну из базовых моделей аватара. Я возьму вот эту. Дважды щелкаю левой кнопкой мыши по нему и он появляется в нашем просмотровом окне. Я буду пользоваться сейчас горячими клавишами для того, чтобы настроить его. О горячих клавишах мы с вами говорили в самом первом уроке создания интерьера. Если вы не помните, то можете заглянуть в этот урок. Для создания собственного аватара важно, чтобы вы брали базовую модель G2 или G3. Почему? Потому что именно у этих моделей есть своя кожа и одежда. Отдельно. В более высоких версиях этого нет. Эти аватары идут уже без кожи. Как мы можем это посмотреть? Заходим в материалы. Вот здесь у нас есть табличка, в которой перечислены все части тела. В том числе и кожа и одежда. Вот у нас верхняя кожа и вот у нас верхняя одежда. Нажимаем на эту одежду. Теперь переходим в настройки материала. И вот этот бегуночек прозрачности мы убираем. Видите? У нас появился аватар без одежды. Возвращаем обратно. Теперь давайте посмотрим, сравним его с чаком, к примеру. Вот я беру чака, зажимаю левую кнопку мыши и просто перетаскиваю его к нам сюда, на рабочий экран. Если мы его сейчас проверим, вот тоже у нас стоят материалы. И вот у нас его верхняя одежда. И попробуем этот же бегуночек убрать. И что мы видим? У нас полностью прозрачный получился чак. То есть для него одежду мы другую сделать уже не сможем. Поэтому эта модель нам в данном случае не подходит. Я его удаляю. И возвращаясь к нашей модели. Прежде всего я хочу убрать у него волосы. Потому что мы будем делать свой собственный аватар. Чтобы мы могли и прическу ему поменять. И чтобы нам сейчас его прическа не мешала. Я захожу в сцены. Нажимаю вот этот вот треугольник. И убираю видимость волос. Придвинуем чуть-чуть ближе его. Вот чтобы нам хорошо было видно. Так. Снимаем выделение с головы. Вот тот аватар, с которым мы сейчас будем работать. Для того, чтобы его отредактировать, мы должны его полностью выделить. Я щелкаю левой кнопкой мыши по нему. И вот он выделился. Теперь вот здесь вот в основных параметрах аватара мы ищем вкладку пропорции. Нажимаем на нее. И у нас появляется новое окно. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Первая вкладка. Это нам показаны различные пропорции тела. Я хочу сделать сказочного персонажа. Поэтому давайте немножечко пофантазируем и сделаем не совсем обычного. Мы можем пощелкать вот так вот. Посмотреть, какие у нас получаются тут пропорции. Какие будут у нас человечки. Я хочу остановиться на вот этом. Давайте оставим его. Можно покрутить, посмотреть. Вот, меня он вполне устраивает. Переходим в тело. Здесь мы можем поменять отдельные части тела в этой вкладке. К примеру, голову. Первый бегунок у нас отвечает за ширину. Второй за высоту. И третий за глубину. Вот, если я двигаю его, видите, какие у нас получаются изменения. При помощи этих бегуночков вы можете сделать именно того аватара, который вам нравится. Вот эта вот вкладка, это поворот. Вот, если я двигаю, видите, он вперед-назад наклоняет голову. Вот это вот вправо-влево. И наклоняет тоже вправо-влево. Все эти бегуночки вы можете тоже настроить. Как мы настраиваем? Значит, если мы изменяем руки, к примеру, вот я выбираю одну руку, но мне нужно, чтобы они были симметричные. Поэтому есть вот здесь вот галочку нужно поставить. И у вас будет выбраны две руки. Ну вот я немножечко изменю ему ширину рук. Вот так вот, к примеру, вы можете сделать все, что вам понравится. Вот. Это, допустим, я вот меньше сделаю. Вот это вот больше немножечко. Вот, мне нравится. Нет, это слишком много. Вот так будет хорошо. Ну, в общем, таким образом вы можете, выбирая разные части тела. Вот опять-таки у нас ноги выбрались без зеркала. Вот я выбираю зеркалом. Вы настраиваете тело. Следующая вкладка у нас пальцы. Значит, мы можем менять длину и толщину наших пальцев. Вот, если у вас выделена, допустим, обдельная фаланга. Вот давайте посмотрим. Вот видите, вот я двигаю и у меня меняется палец. Вот это вот у нас толщина этого пальца. Вот мы можем его изменить. Если вы хотите полностью палец выделить, нажимаете клавишу и выделяете полностью палец. И вот что у нас получается теперь. Вот какой он длинный. Допустим, вы делали какие-то операции, вам это не понравилось. Вы можете это все удалить. Вот эта кнопка удаляет последнее движение, а вот эта кнопка удаляет все манипуляции, которые вы сделали в этом окне. Ну вот, давайте еще раз посмотрим на нашего человечка. Вот такой вот у нас формы тела у него получилось. С телом мы разобрались. Теперь давайте перейдем к настройкам лица. Для того, чтобы изменить ему лицо, нам нужно зайти вот в эту вкладку. У нас появилось новое окно. В этом окне мы можем менять настройки лица. Значит, вот здесь у нас сейчас выбраны брови. И вот вам дается три варианта их изменения. Если мы двигаем вот эти бегуночки, видите, как у нас меняются наши брови. Ну, я хочу сделать вот так. То есть это по вашему усмотрению уже, опять-таки, как вам нравится, так вы и сделаете. Здесь, ну, давайте вот так сделаем. Следующее у нас будут веки. Поворачиваем снова его вперед. То есть двигая вот эти бегуночки, вы сами посмотрите, какой аватар вам больше понравится. Потом идут нижние веки. Нос тоже можно выбрать. Я сделаю такой большой, у нас ведь сказочный герой. Будет такой вот большой нос. Щеки. В общем, все это на ваше усмотрение. Как вы хотите, так и делаете. Делаете. Губы. Их расположение, их длина, толщина. Все это нужно пробовать, смотреть, что вам нужно. Когда мы настроили вот это вот лицо, мы можем посмотреть, если нас что-то не устраивает, можно сделать более тонкую настройку. Вот так покрутили, посмотрели. Для этого мы нажимаем на вот эту кнопку и у нас открывается новое окно. Здесь можно перетаскивать непосредственно точки. Это у нас вид слева, фронтальный вид и вид справа. Давайте остановимся пока на виде слева. Как пользоваться этим окном? Вы должны подвести курсор мышки к какой-то точке, которую вы хотите потянуть. Вот, к примеру, вот эту. Здесь на нашем экране мы будем смотреть, как у нас идут изменения. Я повернула нашу модель. Теперь, возвращаясь в это окно, зажимаю левую кнопку мыши и тяну в ту сторону, которая мне нужна. И видите, на экране у нас вот появился такой нос. К примеру, меня это устраивает. Вот, куда я веду курсор мышки, так изменяется наш нос. Вот, я беру вторую точку, вот он у нас такой получился. Теперь можно губы немножечко выдвинуть. Следующая точка, вот так у нас будет. Поворачиваю вперед. Теперь я хочу, чтобы он у меня улыбался. Поэтому я перехожу во фронтальный вид. Выбираю точки, которые у меня отвечают за губы. Вот одна. Опять-таки, включаю галочку зеркального отображения. И тянем вверх. Вот у меня получилось вот такое вот лицо. Я хочу ему губы пошире сделать. Это подбородок. Ну, в общем, здесь достаточно тонкие настройки. Вы сами можете их посмотреть. Чтобы выбрать несколько точек, нам нужно зажать клавишу Ctrl. Вот я выбираю одну вместе с зеркальным отображением. Зажимаю клавишу Ctrl и выбираю вот эти вот верхние. Попробуем тоже подвинуть немножко. Видите, как у нас раскрылись его глаза. Вот такой взгляд у нас получился. Я хочу еще нижний немножечко опустить. Вот так. Смотрим. Вот такой вот сказочный герой у нас получился. Здесь тоже, если вас что-то не устраивает, вы можете отменить последнее свое действие или все действия, которые вы делали в этом окне. Итак, для того, чтобы вернуться в предыдущее меню, мы нажимаем вот эту кнопку. Мы вернулись к настройкам нашей головы. Давайте теперь перейдем вот сюда, нажмем вот эту кнопку. Здесь у нас открываются уже готовые видоизмененные головы. Ну вот, к примеру, можно нажать на вот эту. Видите, какой у нас получился гном. Вот такой вот. Если вас это устраивает, можно оставить так, как есть. Причем вот этот бегуночек может сделать, видите, чуть больше, чуть меньше. Вот. Фактически то, что у нас было до того. И вот мы немножечко утрируем его вот так вот. У нас есть возможность также комбинировать вот эти предложенные варианты. То есть, если я нажимаю на следующий образец, вот видите, у нас уже изменилось лицо. Стало совсем другим. Если меня не устраивает этот вариант, то я возвращаюсь обратно на шаг назад и вот вернулась сюда. Можно вот этими клавишами, а можно шаг назад. Единственное, что мне кажется, уже очень большой нос у нас. Я вот так вот сделаю. Итак, с головой мы тоже разобрались. Теперь у нас есть еще зубы. Если мы нажмем на вот эту кнопочку. Вот у нас есть два бегуночка. Видите, как меняется наша челюсть. Это ее ширина и вот это ее выдвижение. Также здесь есть позиция. То есть, если мы, допустим, поставим здесь 50, то наши зубы уйдут далеко вверх. Здесь нужно смотреть индивидуально. Я пока оставлю, как есть. И, наверное, вот немножечко все-таки уменьшу величину. Еще у нас есть язык, который тоже мы можем менять. Вот либо его ширину, либо выдвижение. Нам осталось добавить сюда волосы. Но поскольку мы отключили их видимость, давайте мы вернемся в нашу сцену. Включим. Посмотрим. Мне не очень нравится. Я хочу поменять ему эту прическу. Поэтому я захожу опять в контент. Ищу, где у нас еще есть волосы. Вот, открываю вот эту вкладку. Ищу волосы. Вот у меня есть некоторые образцы. Я хочу взять вот эти. Я их выделяю. Дважды щелкаю. И у нас появилась новая прическа. Мы можем немножечко подкорректировать это. Для этого я выбираю снова аватара. Захожу в редактирование лица. Нажимаю вот здесь на прическу. Мы можем переместить нашу прическу по координатам. Ну вот, допустим, давайте поставим 0 везде. Смотрим, что у нас получается. Вот немножечко лучше. Я хочу, чтобы у него открылись глаза. Поэтому я по оси Y ему поставлю 20. Высоко получилось, да? Очень высоко. Давайте поставим 10. Вот так меня больше устраивает. Я могу повернуть ему прическу. Ну вот, чтобы было более наглядно. Давайте по той же оси Y поставим 100. Видите, насколько повернулась у нас эта прическа. Вот, если повернуть, посмотреть. Не совсем то, что нужно. Возвращаемся обратно. И мы можем сделать масштабирование. Вот у нас здесь сейчас стоит 104. Если мы поставим, допустим, 120. Вот вы видите, что у нас получилось. То есть у нас удлинилась по оси Y наша прическа. Возвращаемся обратно. Итак, волосы мы тоже сделали. Вот давайте теперь посмотрим на нашего аватара. Вот он такой у нас интересной формы. Интересное лицо у него. Это окно мы теперь можем закрыть. Что бы мне хотелось еще здесь сделать? Я хочу поменять нашему аватару цвет глаз. Они достаточно бледные. Я хочу сделать их немножечко ярче. Снова нам нужно его выделить. Заходим снова в материалы и ищем в нашей таблице глаза. Вот наши глаза. Если мы откроем текстуру, то мы увидим непосредственно наш глаз. Давайте мы поменяем его в фотошопе. Для этого я нажимаю вот эту вот кнопочку. У меня начинает загружаться фотошоп. Вот появился наш глаз. Для того, чтобы изменить ему цвет, давайте мы сначала раскрепим замочек. Заходим в изображение, коррекция, цветовой баланс. Сначала нам нужно выделить сам зрачок. Для этого мы берем инструмент выделения. Зажимаем левую кнопку мыши. Тянем вот так вот. Потом заходим в выделение. Трансформировать выделенную область. Подвигаем так, чтобы у нас именно зрачок входил в эту область. Нажимаем клавишу Enter. Теперь заходим в изображение. Коррекция. Цветовой баланс. И вот тут вот этими бегуночками сейчас мы подвигаем. Пусть будут такие ярко-синие глаза. Можно вот этот бегуночек, можно вот этот потрогать. Я остановлюсь на том, что есть. Нажимаем ОК. Снимаем выделение. И записываем наш вот этот вот зрачок в отдельную папочку. Я предлагаю вам для своего аватара сделать отдельную папку, чтобы все ваши материалы были непосредственно в ней. Теперь нам нужно его сохранить. Но поскольку я не помню, какой я брала глаз, давайте вернемся сначала в нашу программу. И посмотрим. Вот мы видим, что у нас выделен именно правый глаз. Мы его и сохраним, как правый. Возвращаемся в Photoshop. Итак, мы заходим в файл. Сохранить как. Сразу же нам Photoshop предлагает сохранить ваш файл в темповую папку iClone. Но я не рекомендую вам этого делать, потому что если вы закройте свою программу, вы тут же потеряете все свои текстуры. Поэтому создайте специальную папку. У меня она тоже в темповой, но вот аватар Gnome. Я создала специально для этого аватара. Здесь я называю свой файл глаз. Желательно писать тоже на английском языке. И это правый у нас глаз, поэтому я подписала правый. И обязательно расширение JPEG. Сохраняем. Ну и теперь нам нужно сохранить левый глаз точно такой же. Поэтому мы заходим в редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. И сохраняем его как левый. Тоже ищем ту папку, которая нам нужна. Вот наши глаза сохранены. Фотошоп мы закрываем. Он нам больше пока не нужен. Заходим в нашу программу. Нажимаем вот здесь вот на нашу текстуру. Дважды щелкаем по текстуре глаза. Ищем папку, в которой мы сохранили их. Вот она. И это у нас правый глаз. Выбираем вот эту текстуру. Теперь выбираем левый глаз. И делаем те же операции. Вот глаза наши изменились. Аватар наш совершенно готов. Вот мы можем на него посмотреть. Вот такого гномика мы с вами сегодня сделали. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились делать вот такого вот аватара. У нас получился гном. В следующих уроках мы сделаем для него одежду. И будем придавать ему различные движения. Теперь нам осталось только сохранить нашего аватара. Для этого мы заходим в аватары. Нажимаем на вот этот плюсик. Вот он у нас загрузился. Мы должны дать ему имя. Вот у меня будет аватар гном. Желательно тоже называть все английскими именами. И вот у нас появился наш гном. Если мы сейчас закроем программу, а потом в следующий раз ее откроем, то мы не потеряем нашего аватара. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok